Сегодня мы звоним во все колокола и устраиваем джазовый квартирник. Вспоминаем детство и играем в вышибалые резиночки. Спасаем раненых птиц, признаемся в любви к Пушкину и узнаем все о туризме в режиме изоляции. Завораживающий, любопытный взгляд. Неясыть обыкновенная внимательно смотрит на гостей зоопарка своими черными бусинками глаз. В новом вольере городского экоцентра с ней машут крыльями по соседству ушастая и болотная совы осаед сипуха. Заведующий отделом Евгения Кистенева рассказывает, Многих пернатых малышей люди подбирают на улице и приносят в зоопарк. Если с подранками это еще как-то оправдано, действительно, птицам деваться некуда. И раненая птица не жилец в природе. Их надо как-то действительно помогать, но, к сожалению, мы большой базой для этого не располагаем. А вот со слетками в большинстве случаев действия горожан, да и не только горожан, не оправданы ничем. Это нормальный природный процесс, когда слеток сидит на земле и у папы с мамой докармливают, о нем лишней заботы не нужна никакая. Общение с животными и птицами учит людей тому, что человек – часть природы, а не ее хозяин. Без необходимых знаний можно лишь навредить. Здесь рассказывают, как оказать первую помощь братьям меньшим и знакомят с представителями местной фауны. Экскурсии проводят для детей, но и за взрослыми гостями нужен глаз да глаз. Многие, вопреки всем запретам, пытаются кормить обитателей зоопарка, забывая о том, что экоцентр – это территория созерцания, как и просторы птичьей гавани. Здесь обитают более ста видов птиц, 26 из которых занесены в Красную книгу. Природный парк находится на одном из основных путей перелета пернатых через Западную Сибирь, к местам зимовок и гнездований. Это настоящий экологический островок в центре промышленного мегаполиса. Вот посмотрите на листочки. Мы с вами не видим их желтизну, а я не вижу, чтобы они были блекленькие. То есть можно говорить о том, что здесь воздух намного чище, чем на другой либо территории. Узнать птицу по клюву или отпечатку лапки. Сегодня природный парк – это место воспитания экокультуры. Здесь проводятся занятия для школьников и студентов. Еще один зеленый оазис в центре Омска, о котором слышали почти все, но вот бывали немногие – это Омский дендропарк Минигензы. Здесь растет более 250 кустарников и деревьев. Большинство из них не увидеть на улицах города. Так эта змеевидная ель с нависшими ветками была искусственно выведена. В природе такого дерева нет. На территории парка живут белки. Здесь обитают разные виды птиц. Также есть карпы-кои, которых разрешают покормить. Впрочем, какой бы заманчивой ни казалась мысль о пикниках на природе, в преддверии Дня эколога специалисты напоминают – территории заповедников не предназначены для шумных встреч. Все это может нарушить покой животных и птиц. А потому лучше всего просто наслаждаться неторопливыми прогулками и единением с природой, самобытной сибирской красотой. На самоизоляции концертов не играть, полные залы не собирать. А если в малом составе и на дистанции со зрителем, известный омский джазмен Валерий Перминов собирает коллег-музыкантов на квартирник. Размять пальцы, расправить легкие и просто приятно провести свободное время, которого теперь с избытком. Это все-таки не концертный зал, а обыкновенная квартира. В творческом заточении музыканты омской филармонии уже больше двух месяцев. Ради своих слушателей они готовы подстроиться под новые правила, которые диктует жизнь. Но все же тоскуют по живому общению. Энергетика совершенно другая, когда общаешься с живым человеком, либо ты общаешься посредством всяких ютюбов или соцсетей. Сейчас мы тоже записывали, сами сделали ролик омских улиц. И там оркестр уже так соскучился, что не только заиграл, а и запел. Удаленная работа – это не про нас, говорят филармонисты. В музыке важны атмосфера большой сцены и поддержка публики. В условиях вынужденных каникул приходится довольствоваться малым. Хотя и на домашнем концерте может быть аншлаг. Коллектив многодетный. У нас у всех по трое, по четверо детей. Мы по этому принципу отбирали музыкантов в квартет. Я по этому принципу приглашаю сюда многодетных, потому что у меня четверо, а у вас по трое у всех. Ну и один он еще догоняет. Каким вышел квартирник у Перминова, можно увидеть на ютуб-канале Омской филармонии. Следующий состоится через две недели. Но даже получив полную свободу, музыканты обещают сохранить свой музыкальный островок. Как же хорошо на свежем воздухе играть. Да, сейчас дети все чаще предпочитают играть в компьютер и телефон, и приставки. А может быть мы погрузимся в детство и вспомним популярные дворовые игры? Давай. Пойдем? Пойдем. В моем дворе самой популярной игрой был футбол. Но собрать полную команду удавалось далеко не всегда. Поэтому приходилось играть вдвоем или втроем, потому что кого-то не отпускала мама, кто-то не хотел бегать по жаре. И чтобы просто попинать мяч, нужно было придумывать новые правила игры. Моё детство прошло в деревне, поэтому игры у нас нельзя сказать, что были дворовые. У нас были игры всеобъемлющие. И занимали по масштабу, ну, не один двор, а всю деревню, так это точно. Мы играли в игру, называлось «Квадрат». И, собственно, в ней участвовали четыре человека. Очертился сектор такой на асфальте. Не было асфальта. Это с помощью лопаты вот прям на грунте все это делалось, там, выдолбливалось. Как правило, в таких играх проигравшему пробивают пятую точку. Я проиграл, поэтому меня ждет заслуженное наказание. Ау! Дим, ты как? Нормально. Нет, в моем детстве развлечения были не такими жестокими. Мы с подружками веселились иначе. Играли в резиночки. И у нас никто никого не наказывал. Всегда побеждала дружба. Друзьями проводили время, веселились, играли в классики, играли в резиночки, в казаки-разбойники. Одна из излюбленных игр девчонок была игра в резиночки. Вариаций было куча. В каждой компании были свои прыжки. Попробуем самый примитивный пример в десяточке. Раз. Надо крайнюю резиночку зацепить и перекрестить. Дальше запрыгиваем вовнутрь. Два. А теперь задача выпрыгнуть. И три. Уху! Ну что, остались единички? Да это просто. Я и сам так смогу. Пожалуйста. Держи резинку. Так, спиной. Угу. Раз. Я же говорю, это просто. Пошли лучше мяч пинай. Я мяч пинаю плохо. А вот кидаю его хорошо. Сейчас мы это и проверим. Вышибалок? Вышибалок. Раз, два, три. Раз, два, три. Как провести отпуск этим летом? Куда можно поехать и когда откроют границы? Об этом мы поговорили с директором сети турагентств Элиной Груздевой. Элина, наши добрые авиакомпании присылают на почту тысячи предложений о дешевых перелетах по России. Вот подскажите, в какие регионы сейчас можно поехать, полететь? И что ждет туриста в этих регионах? Вот сейчас, Светлана, на самом деле очень полетная программа расширилась. Начали оживать авиакомпании. Вот смотрите, я тут подготовила нам карту, где вот немножечко. Да, Алтай, Байкал, Сочи. Но вот из Омска в данный момент мы можем буквально уже с первого числа улететь в Сочи. Вот в Сочи я прилетела, что-то от меня ждет? За два дня, до предполагаемой даты вылета, необходимо взять справочку об отсутствии коронавирусной инфекции и об отсутствии контакта с заболевшими. То есть вот эти справочки берутся в коммерческих центрах, медицинских центрах. Сейчас пока принимают только организованных туристов. Те санатории и базы отдыха принимают, которые имеют медицинскую лицензию. То есть не все, далеко не все базы. И, соответственно, до того, как я туда лечу, я должна сделать санаторную курортную карту, потому что я еду как бы на лечение, а не на отдых. Да, пока об отдыхе мы не можем говорить. Пока только лечение санатории с медицинской лицензией принимают. И то есть я правильно понимаю, период вот этого карантина обязательного, который ты должен пройти, ты проходишь его, получается, в санатории? Да, да. Пока в санатории масочный режим строгий. На море можно, причем на море как? Почти у каждой санатории есть своя зона. Вот это зона пляжа. Обязательно нужно соблюдать дистанцию. Ходить, так скажем, по времени. Там будет распределено, кто в какое время идет для того, чтобы обеспечить соблюдение дистанции. Вот. И в масках. Все. То есть можно находиться без маски только в своем номере. Идем мы покушать, идем мы, выходим в какие-то общественные места, мы надеваем маску. Но это, вероятно, будет послабление. То есть прям вот до 6-го пока так, июня. Вот за то время, наконец-то, когда на пляже к тебе никто рядышком не ляжет. А если я в Сочи поехала на машине, а не полетела туда на самолете? Вот я бы очень не советовала бы сейчас пока ехать на машине. Как мы вот большинство туристов привыкли, мы сядем на машину, поедем сами. Но ее же никто там за руку не схватит вроде. Вы не проедете на машине, это я точно говорю, в данный момент сейчас, с той ситуацией, какая сейчас сложилась у нас. То есть на всех постах, во многих городах, в многих регионах проверяют, пропускают только машины с местными номерами. То есть либо вас развернут, это в лучшем случае, либо выпишут штраф, либо вы попадете на 14 дней в карантин. Мы не хотим ехать в санаторий, мы хотим, у нас там живут родственники. Такой вариант тоже есть, такие туристы тоже есть. Нужно доказать, что ты едешь к родственникам, что у родственников есть официальное там жилье, то есть право собственности на жилье. И в этом случае, да, можно попасть, но вы будете находиться 14 дней на карантине. А когда мы приедем домой? Ну, опять же, все меняется очень. Вот сегодня оно так, а вот когда мы приедем домой, пока сложно сказать. Те, кто прилетает, допустим, тот же Санкт-Петербург, да, спрашивают, можно поехать? Можно. Почему нельзя? Можно. Вот Санкт-Петербург и Москва, как там у нас сейчас? Да, ну Москва, наверное, поставится воздержаться пока немножечко, да. Санкт-Петербург можно. Но единственное как, можно гулять, можно наслаждаться этими памятниками, сооружениями, но вы не попадете в музеи. Все так же это. То есть, ну, карантина по прилету в Санкт-Петербург не будет. Вот можно ли там сейчас у нас бронировать жилье в Санкт-Петербурге? Жилье, да. В гостинице? В гостинице принимают, бронировать можно, но особенности есть расселения. То есть расселять по одному человеку в номер. То есть если я еду со своим другом, мы... Вас поселят отдельно. Если не семья официально, то вас поселят отдельно. И мы обязаны оплатить два номера, а не один, даже если мы там как бы... Два места в одном номере. То есть, ну, вот такие правила, что как бы изолировать вас надо. Так, стоимость моего тура увеличивается на глазах. А вот смотрите, Алтай. У нас как бы от Омска очень близко, собственно, алтайские города, очень близко Байкал. Как вот с этими регионами? Алтай пока, вот по Алтаю все сложно. То есть Алтай до середины июля закрыт. То есть там мы пока путешествовать не можем. В Эрнаул там мы можем поехать, да. Но где-то там путешествия, база отдыха размещаться, вот масса пока вот эти туристические базы все сошиты. Как у нас сейчас за границей? Какие есть новости последние? Ну, за границей. Тоже мы очень-очень следим за этой ситуацией. Опять же, утром наговорят одно, днем другое, вечером третье. Информация очень динамичная. Конечно, прогнозы такие, что первым мы откроется Турция. Все среди июня вообще открывают границы, но не открывает границы Россия. Планируется граница с 15 июля, что и Россия вроде бы как будет на Стурцию выпускать. Но это пока вот мои прогнозы, что, наверное, все-таки вряд ли. Конечно, отели не будут заполнены, как раньше, на 100%. Это будет, ну, в лучшем случае, 70% заполняемость. Какие ваши прогнозы? Когда вот у нас, в принципе, ситуация-то стабилизируется, и когда можно прям планировать какой-то большой отпуск? Ну вот, вообще, официально, потому что в июле мы, наверное, полетим. Но я думаю, наверное, в июле мы все-таки за границу планируем планируем. В идеале, наверное, все-таки сентябрь. Сентябрь, октябрь. Ну, а те страны, которые всегда мы летали зимой, даже Азия, ну, наверное, все это уже восстановится, и в Азии мы спокойно уже забудем про все это. Для этих выпускников звонок звучит не в последний раз. Это лишь первые аккорды. Теперь они могут звонить во все колокола. Но прежде ученики школы звонарей репетируют вот на таком тренажере, чтобы сыграть как по нотам. Вот она, точка балансира. Вертикальная позиция переворачиваем. Вертикальная позиция. Вот так играем. Механика звона на зазвонных колоколах. Да? Да. Вот, пробуем. Я, как правило, говорю, что музыкальное образование не обязательно. Главное – чувство ритма, координация и умение считать до четырех. Когда-то его, профессионального музыканта, покорило это звучание. Сергей Беляков оставил сцену, чтобы подняться на колокольню. И теперь завлекает туда своих учеников. Здесь они сдают экзамен. Звонят по уставу, но никто не запрещает импровизировать. Главное – не сбиться с ритма. Управлять большими колоколами только с виду сложно. На самом деле это под силу и ребенку, и хрупко девушке. Ксения Степанова днем фельдшер-лаборант Веселькуля в свободное время в звонарь в местном храме. Всего за год освоила это искусство, репетируя дома на самодельной звоннице. У моего отца были подужные старинные колокольчики. Он их собирал, ну, чисто просто так, для коллекции. Я их присмотрела. Мы с ним соорудили так, на гладилочку, все это повешали так интересно, натяжечки сделали. И таким акаром я дома занималась. Меньше стало в депрессии и вныне тогда. Колокольный звон, он дает так заряд положительных эмоций. В этой школе много медиков. Ежедневно сталкиваясь с болью и страданием, они сами нуждаются в исцелении. Виктор Кравцов – детский хирург. Хоть и давно закончил эту школу, часто вместе с детьми приходит просто послушать колокольный звон. Когда я впервые его услышал, он так задел сердце мое, что я захотел научиться этому. В литературе очень часто описывают случаи, когда у людей проходит головная боль, проходит зубная боль. Но, наверное, здесь даже не столько она какая-то телесная боль, здесь, наверное, все-таки, она говорит о душевной боли. Услышать эти звуки можно не только в церкви. Всю палитру звучания колоколов использовали в своих произведениях русские композиторы – Римские Корсиков, Рахманинов, Щедрин, Чайковский. Сергей Беляков снова вышел на сцену, чтобы вместе с Омским симфоническим оркестром исполнить эту музыку, полную мелодичных переливов колокольного звона. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ И ныне я новым для меня желанием томим. Желаю славы я, чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, Чтоб ты мной окружена была, чтоб громкую молвою все-все вокруг тебя звучало обо мне, Чтоб глазу тайному, внимая в тишине, ты помнила мое последнее моленье В саду во тьме ночной, в минуту разлучения. Пушкинское желание славы 1835 года теперь воспринимается не только как летопись обреченной любви к княгине Воронцовой, но и как предречение. Даже по прошествии двух веков его знают, читают, любят, и, кажется, слава навечно обручилась с Пушкиным, а фраза «наше все» — второе имя поэта. Ежегодно 6 июня, в день рождения поэта, в России отмечается Пушкинский день, а с 2010 года — это еще и праздник русского языка. Пушкин — это «наше все», потому что он сумел синтезировать природу русского языка на протяжении вот того, что складывалось в течение девяти столетий, и он нам дал ту красоту языка, и то совершенство, и ту гармонию языка, которую мы храним как таинство. Им контрастное симметричное мышление, он соединяет противоположные полюсы, дает их в таком напряжении, и поэтому тот, кто поймет, что такое маленькая трагедия, тот и поймет какие-то вещи истины. И в 21 веке Пушкин современен, его тексты можно читать, не спотыкаясь об архаизме. Он — создатель литературного великого и могучего. Литературоведы отмечают, пушкинский язык литой, в нем нет слов, которые можно выбросить без ущерба для смысла. То наследие классицизма, сентиментализма, который многие еще влачили за собой долгие годы, уже будучи зрелыми авторами, Пушкин от этого очень легко избавился. Именно вот в силу своей чистоты мироощущения. Это прикосновение к пушкинской речи, это все равно что разговор с великим, одаренным, очень умным и талантливым мужчиной. Кто себе сейчас может позволить такую роскошь общения? Семь сказок, 16 повестей и романов, 6 драм, 14 поэм, один роман в стихах и целое море лирики. Лирики разной. Пушкин — это и смущенное влечение чего-то жаждущей души, и сказка ложда в ней намек, и сердечное «Я вас любил», и даже в нем пунша, и войны кипит всегдашний жар. С одной стороны, высокие строки избранного, тысячи раз перепечатанные, спетые на разный мотив и заученные наизусть, а с другой — сборники стихов с ненормативной лексикой. И это тоже гений Пушкина. Мне кажется, что именно абсцентная лексика, она, как ни странно, в русском языке, она тоже очень поэтична, если правильно ее использовать. И она несет сильную энергию. Поэт, он все-таки и в поэзии вкрапляет такие словеса не просто так, а для усиления какого-то эффекта. Пушкин живой был, и поэтому он тоже наше все, потому что он был человек, ему были присущи все метания, страдания. Пушкин — это всегда страсти, в хорошем смысле. Это всегда горячо, это всегда бурно. Он сам был бурный человек. Ну, судя по тому, что о нем пишут, мы, к сожалению, не были лично знакомы. Феномен Пушкина обрел подобающую памятнику монументальность в литературном сознании россиян. Как древние греки узнавали себя в поэмах Гомера, немцы в сочинениях Гетти, а французу Угюго, так русский человек находит свои черты в пушкинских героях. За последние сто лет общий тираж произведений Пушкина составил более 376 миллионов экземпляров. А его отдельные произведения переведены более чем на 210 языков мира. «Двое – это компания, трое преступления» – слоган американской криминальной комедии «Бандиты». Суперзвездное трио из Голливуда Брюс Уирис, Билли Боб Торнтон и Кейт Бланшетт покажут, как ограбить банк без единого выстрела. В пятничном прайм-тайме – продвижение. Наливная и тройная, черная, красная и янтарная. Она украшала главные правительственные банкеты, а разработкой ее рецептов занимались шефы лучших ресторанов Советского Союза. В субботу готовим ароматную уху из стерльди. Вместе с программой «Вкусно по ГОСТу». Всемирная слава и миллионы поклонников не спасают от одиночества, уверяет героиня музыкальной драмы «Вальс для Моники». Байопика жизни легендарной шведской джазовой певицы Моники Зеттерлунд, собравшей награды международных кинофестивалей, а мечи увидят воскресным вечером. Можно ли приручить стихию и как выжить в мире, который рушится на твоих глазах? В понедельник в эфире продвижения стартует нидерландский сериал-катастрофа «Зыбь» о масштабном урагане, изменившем жизни миллионов европейцев. Сколько литров кофе выпивают ежедневно жители Земли? Как приготовить бодрящий напиток и чем он полезен для здоровья? Все секреты правильного помола и обжарки откроет во вторник Светлана Еловнарова. Автор телепроекта «Это работает». Можно ли при сахарном диабете заниматься спортом? Что провоцирует развитие болезни и как с таким диагнозом спланировать беременность? Экспертные мнения и личные истории о мечей собраны в программе «Жизнь, не сахар». Эфир в среду 10 июня. Редактор субтитров А.Семкин